Виктора Черепкова Виктор Черепкова открылся съезд минуты молчания в память ушедшего лидера. Во вступительном слове исполняющей обязанности председателя партии Александр Осеев отметил ключевые моменты, на которые направлена стратегия партии, ее программа, идея и смысл. Нам всем нужна свобода. Свобода многомиллионной армии чиновников всех рангов, присвоивших себе право с выгодой для себя регламентировать даже нашу повседневную жизнь, не неся при этом никакой ответственности. Нам всем нужна народовласть. Власть, создаваемая независимыми, самостоятельно действующими гражданами через истинно демократические выборы. А не власть на местниках, извините, халует, не способных управлять, а только править, как пришлые оккупанты и разорять нашу землю. Далее прошли выборы нового лидера партии, который бы соответствовал всем требованиям достойного и бескомпромиссного руководителя, готового принять ответственность как заранее начатую работу партии, так и за свежие программные установки. Большинством голосов был избран Александр Осеев. Да, Александр Николаевич, можете повторно поднять руки? Мы просто посчитаем здесь важный момент. Ну, в целом, понятно. Большинство уже визуально? Нет, визуально понятно, что мы. Дорогие соратники, делегаты, члены партии, у нас появился новый лидер Александр Николаевич Осеев. В своем первом обращении к членам партии в качестве нового лидера Александр Осеев обрисовал цели и задачи, которые должны ставить перед собой партийцы, долгое время возглавляемые Виктором Черепковым. Отдельно Александр Николаевич остановился на организационных вопросах. Сегодня мы провели съезд, дали понять, что мы живы, продолжаем действовать. Мы помним, как четко, энергично руководил региональными организациями штаб при жизни Виктора Ивановича. Нам надо хранить эту четкость. Давайте проведем учет тех региональных членов партии, которые остаются членами партии Свободы и Народовласти. Четко обозначим, есть местная организация или ее уже нет. Посчитаем, сколько нас осталось. И надо прямо сказать, что такого гиганта, как Виктор Иванович Черепков, можно заменить лишь коллективными усилиями. Вот на этом давайте и сосредоточим все внимание. По окончании съезда новый лидер партии Свободы и Народовласти Александр Асеев резюмировал итоги собрания и высказал надежду на полное взаимопонимание партийцев с генеральной линией партии, а также на плодотворную работу в своей новой должности. В целом, кворум состоялся, большинство делегатов прибыли по доверенностям, много было предложений, выступлений. Главное, что цель достигнута. Продолжение дела Виктора Ивановича Черепкова будет продолжено. Это подтвердилось полномочиями съезда. Впереди у партии Свободы и Народовласти еще масса незавершенной работы. Но главное уже сделано. Партия решила основной вопрос на сегодняшний день – быть ей или не быть. И вопрос этот решен в положительную сторону, а значит, дело и идеи Виктора Черепкова будут притворяться в жизнь.